Всем привет! Всем доброе утро! У меня такое ощущение, что мы с вами не виделись очень долго. У нас что? У нас есть разные новости, мы можем рассказать. Так сразу, вместо в карьере, Костя, поздоровайся. Да, у нас очень хорошо произошло. Ну скажи, засмущался. Ребенок у нас научился смущаться, да? Да? Научился стесняться и строить глазки, правильно? Вот. Помимо этого всего, он пошел в садик. Мы первый раз пошли в садик. Да. С почином нас. Отходили, правда, недолго. Ну, как всегда. У меня просто у знакомых тоже самое. Ходили пару дней, и все, и потом слигли. Больные. Но дело в том, что было так, что мы должны были пойти 1 сентября в садик. И он до этого, еще до садика, заболел. Заболел так, что у него сопли, кашель. Да, чуть ли не яйца или глазки, чуть слезится как с гноем таким супли. Ну, короче, не буду рассказывать неприятные подробности. В общем, ребенок заболел с температурой и так далее, да. Но я хочу отметить, что вот получается так, что он заболел у нас первый раз. Я, конечно, позвонила врачу, там вообще она выпусила электронный рецепт на эти самые, на глазные капли. А остальное все как бы, ну, там типа носик там, шикать, если забит. Ну, такое, короче. Ну вот, и мы 1-го числа не пошли, хотя как бы 1-го это была среда. В понедельник ему уже было лучше, но мы решили все равно, что не пойдем 1-го. Мы пошли 2-го числа в садик, то есть дети не пропустили. И мы приехали на Статуэл, на Старсайкл, Кей, я сейчас хожу кофе возьму и продолжу. Ну вот, взяли кофе и, короче, можем общаться дальше. Кофе-двигатель. Двигатель, да. Я знаю, что уже давно не смотрят у человека, который завез кофе и стал... Ну, спасибо все равно, вот, человеческое, от всей души. А где кофе завез? А где кофе, Костя? Ой, где... Я на работе выпиваю где-то минимум, наверное, за день, круг, уже к 7-10 классов. Вот, и у нас же была тут проверка, да, звали врачей, ну, как это, есть додатель устраивает там проверку здоровья, в техосмотр, да. И была проверка давления, и давление было в норме, как у младенца, ну, не как у младенца, как у нормального здорового человека. Ну, у тебя может быть просто изначально понижено, но дело в том, что кофе-то не только на давление влияет, понимаешь? Он как бы на сердцебиение тоже там влияет, на все остальное. Ну, как бы... Пульт смерен, что же когда-то давление. Да, да, я помню, когда я работала официанткой в далекие времена, давние. О, знаменитая кофе с колой. Да, ну, как бы я пила, ну, тоже много кофе, правда, я пила латте, но в любом случае даже латте там тот же самый эспресс, то есть количество кофеина ты получаешь одинаково, но у меня бывало там, знаете, ну, как бы, конечно, так совсем страшно, когда там до 11-го ходила, я могла вместо ваты, грубо говоря, пьешь. Очень сильно выводит воду из организма, и это как бы не есть хорошо, а еще очень сильно вымывает кальций. Ну, то, что кальций вымывает, ну, воду я компенсирую, я всегда пью кофе с водой. Ну, да, кальций. Ну, раз он пошел нормально, как бы, да, он там увидел, что другие детки какие-то заплачут, заплакали, тоже как бы расплакался в наших реалиях. Нельзя теперь заходить с ребенком наверх в садик, раздевать его, все. Ты, грубо говоря, отдаешь ребенку на улицу у входа воспитательницы, звонишь в домофон. И забираешь. Что ты? Вафлю еще? Да, если у вас как бы, если вы, скажите, как у вас теперь, ну, если вы, конечно, знакомы и знаете, как это у вас в садике происходит. Короче, на тебе вафлю, пожалуйста. На, пожалуйста. Спасибо, сказал? Васика. Васика. Ну, вот. Васика. Пожалуйста, пожалуйста. Молодец. И, короче, ну, первый день они в виде исключения разрешают там в бахилах, маске зайти, как бы. Ну, в общем, я зашла, как бы все в порядке было. И, как бы, он даже не плакал. Но потом, когда мы забирали его, когда я его забирала, я сейчас пока забираю его после обеда, я даже не оставляю на обеденцов, потому что мне очень важно, чтобы у него хорошо прошла адаптация, и чтобы, когда у меня подойдет срок, чтобы он тогда нормально ходил в садик. Сейчас, как бы, я готова растянуть это время, позабирать его раньше и так далее. Но мне главное, чтобы вот он потом нормально ходил. Короче, а потом, когда я забирала его, где-то после 12 в 12, ну, мы попали вот с моей подружкой, вы с ней не знакомы, Эви-то такая блонденочка. Ну, вы с ней не знакомы, что она не появляется у нас в влогах, она не очень хочет, ее там снимали, и детей, и так далее. Вот, как бы, у них ребенок на 2 месяца старше Костика, и они попали в одну группу, в один садик, и мы, как бы, вместе, поэтому забирали. Ну, короче, когда мы забирали, нам спецназа сказала, что, ну, да, как бы, плакал, и на стульчике сидел отдельно. Ну, короче, ну, расскажу, расскажу, все расскажу. На стульчике сидел, и с чем-то, как он сидел, сидел, типа, ну, короче, он есть в садике, отказывается, он не хочет в садике есть. Но я, честно говоря, не из тех мам, которые там дико переживают по поводу еды. Потому что я считаю, что если ребенок здоров, если есть доступ к еде, грубо говоря, то ребенок в голоду не умрет. Ребенок съест столько, сколько ему надо. Другое дело, если нет еды, ребенок, понятно дело, или если ребенок болеет, ну, тогда, как бы, уже, понятно, он пил и так далее, все это. А, как бы, так, ну, если ребенок будет голодный, у нас инстинкты, сожжем все, как бы, да, и попросим еще. Ну, вот, ну, короче, ладно, ну, плакал, плакал, все, забрал его, видно, что он такой грустненький шел, глазки опущенные. На следующий день он уже, как бы, понятно дело, понимает, куда ведем, уже, как бы, не очень. Хотел идти, и... Ну, нет, ну, нормально, он просто, там, не плакал, ну, нет, он не плакал. Ну, как не плакал, я с ним поднималась, второй, это второй день, когда уже подошли, он плакал. Ну, да, сначала он не плакал, но когда подошли к садику, он потом понял, когда мы идем, он начал плакать, как бы, ну, мне воспитательница разрешила опять подняться, как бы, потому что, Эвита уже привела до этого ребенка, так получилось. Он уже там был, и там еще много, как раз, родителей пришло, он мне разрешил подняться, чтобы помочь переодеться, потому что она была одна, не было нянечки, она запарилась. Но я чисто было просто, попросила, чтобы я помогла, там, раздеть детей, там, и так далее. Я подняла, и ребенок перестал сразу плакать, но он не хотел, чтобы я уходила, то есть он хныкал, когда я говорила, все, пока-пока, и, не, Юху, кататься мы не поедем сейчас, Зайка, мы поедем, поедем, ну, не спойлеры, да, вот мы все расскажем, куда мы поедем. Магазин мы тоже не поедем. Ну, что за капризы? Ну, вот, короче, ладно, в общем, два дня потом он не ходил, в понедельник мы опять пошли, как бы, плюс-минус сказали, что норм, в среду сказали, что уже лучше, но все равно он не ест, но в среду ел хотя бы уже хлеб. И я решила в среду сделать перерыв ему, ну, чтобы, так, чтобы не было слишком сильно, вот, хотя сказали, во вторник мне сказали, что, типа, уже лучше, уже со стульчика сняли, я думаю, что-нибудь сегодня пройдет стульчик. А оказывается, он оккупировал не просто какой-то стульчик, он оккупировал единственный взрослый большой стул воспитателя, и когда все ели там, либо он не хотел что-то делать, он сидел на этом стуле, и его нельзя было снять, не хочу, и все. Ну, короче, вот еле-еле его уговорили, во вторник снялись за хлеб со стула. А вот. И в среду у него поднялась температура, ну, как бы, то ли мы не долечили его, то ли опять что-то новое схватило. Ну, возможно, потому что не восстановился организм. Ну, у Эвито тоже у мелкого поднялась температура. Не-не, скорее всего, подхватил, да, что-нибудь. Я думаю, что мы до конца не долечили, был ослаблен немножко организм, и там что-то он подхватил какую-то вирусяку. Уже глазки не слезились, уже ничего, просто даже насморка нету. Просто кашель, высокая температура была высокая, а ночью было даже 39,5, как бы, я так немножко испугалась. Потому что я говорю, что у меня ребенок до этого не болел, и я не знаю, что делать в такой высокой температуре, вызывать скорую, или просто дать жаропонижающее, ну, я вообще дала жаропонижающее, посмотрела, что температура спадает через полчаса, тогда я успокоилась, правда, я не спала, я спала, спасала 2,5 часа только в ночь. Ну, ладно. Ну, очень, короче, и теперь мы пока вот не ходим в садик, потому что, сейчас, потому что у него выходные, и потому что, как бы, получилось так, что вот в среду он так и так не должен был пойти, но четверг, пятница, понятное дело, уже, короче, сходила, чтобы она послушала легкие его, все в порядке, все чистое. Она сказала, что ничего такого, короче, выписала какие-то стандартный набор там от кашля, что-то такое. Ну, вот, и как бы у него ночью уже там, да, этого, температура была, но он спал очень хорошо и крепко, я ничего не давала, думаю, пускай организм сам справляется, а утром у него было 38 с копейками, я такая думаю, дать, не дать, думаю, ладно, днем ему, наверное, тяжело, дала ему портамол, и у него, вот он, соответственно, спала температура, и все, и как бы уже, вот, второй день у него температуры нету, он чуть покашливает, но мы решили немножко выбраться, потому что... А почему? А потому что к нам кто-то приехал в гости! И здесь ты закрываешь рукой камеру, и мы открываем, и будет... Внимается, хелло, привет, я в Братно, я здесь, я в Риге! Наконец-то! Чему мы очень-очень рады, вообще просто, и, ну, к сожалению, завтра он уже уезжает, и мы за все разы виделись за неделю, третий раз, как бы, да, ну это мало. Ну, да, ну, как есть, ну, как есть, надо было приезжать сюда... Слушай, ну, когда мы приезжаем в Грецию на неделю, с нами некоторые видятся один раз, а то и режь, то и нет. Да, мы йордусом в Греции тоже, когда, в прошлый раз видели раза три, не больше. В Греции, да, или два даже. Нажили два. Ну, там было начало, начало, начало. Ну, ладно, там он... А в Варшаве... А в Варшаве каждый день. А вы даже не горели меня, когда-нибудь в день самый, привезти. Да, кстати, а почему мы тебя видели каждый день, ты не работал, что ли? Нет, я бы безработный. А, ты безработный был, да. Если бы мы были безработными, если бы мы были бы маргиналами, мы бы тоже. Ну, в общем, короче, да, и вот мы тут вырезали кадры, потому что Костик все время палил сюрпризом, он говорил, дядя Йога, я дядя Йога. А сейчас смущается. Что он там делает? Он такой, как обезьяна сейчас, он такая алимика. Ну, на самом деле, он в этом плане, он вот смотрит мультики, он просто повторяет все, что они там делают, и мимику, и движение. Там, мы не простого, родители, у нас ребенок смертный. Ну, да, есть такое. Ну, и Ютуб тоже, что я бы смотрю, иногда. Утром, утром, потому что он встает с 7 утра, а маме, так как она не спит из-за ног, теперь еще и за кашлей, я сейчас расскажу. Да, но благо у него есть одно, что он спокойно отдает, если он чувствует, что ему надоедает, он его тоже отдает. Да, он может убрать Ютуб, и все, уже не хотеть. Ну, детский Ютуб, если что. Ну, вот, короче, мы едем сейчас, вот, значит, Йоргаса забрали, мы едем кушать. Мы едем, знаешь, куда? В Рибас, ты был? Ты же там не был? Не был, нет, нет. Мы просто очень долго вспоминали, потому что, когда Йоргас сюда уехал, я очень долго расстраивалась, что мы не показали ему наши любимые места, где мы кушаем. Ну, как бы где-то, конечно, мы кушали, но очень часто бывало, это просто где-то кушали. Вы представляете, человек ни разу не ел лисичек. Лисичек, соус из лисичек и с картошечкой. Как тебе, кстати, было? Очень вкусно, я уже похвали, сказал, это не чувство. Велинство, а мы... Так что мы позвали его на ужин, я приготовила соус с лисичек, благо сейчас это не проблема. Вот, и, короче, да, и мы решили, что надо куда-то поехать, долго выбирали, какое место, решили, что поедем в Рибас, потому что это подальше, там и точно как бы, ну, и там вкусно и так далее. Вот, так что едем туда, и чтобы, как Дима говорит, у нас не было, бла-бла-бла, только в машине, мы остальное расскажем там, 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 там. Выбирай, что ты будешь кушать. Не хочешь кушать? Ничего не будешь? Картошку тоже не хочешь? Я тебя не понимаю. Ну вот мы приехали. Как вы поняли уже, видите, у нас ребенок психовал, что мы не пошли в Бермудас туда, потому что там есть детская площадка, и он очень хотел туда, пришлось дать ему... Там уже, я уже сразу пошел в Латвию, уже полтора года почти, работаю. Ну, Ксенбург прекрасная страна, маленькая, уютная. Финансовая сфера? Финансовая сфера, как всегда. Страна красивая, маленькая, уютная. Он всех приглашает в гости за визу? Да, приезжайте. Ну, что ты мне не даешь руками махать, хотя бы мое имя? Ну, что скучно, но телеворкинг помогает нам эту скутату, эту скутату, да, бороться и путешествовать по разным стадам, и вот я в Латвии. Путешествует по странам, нам помогает ковид-паспорт. Тоже, тоже. В данном. Ладно, кушаем. Мы заказали наш любимый серёдочный тартар. Да, мы заказали наш любимый, два. Наш любимый серёдочный тартар. Также я заказал отдельно, там что-то было из дичи, какая-то закуска. И заказали ребрышки. Я заказал ребрышки ера, баранина. Йорго заказал свины. А я заказала утку, ну, с овощами, потому что картошка, ну, не зелёте мне. Ну, да, ну, вот окей. Так что мы ждём заказ, пока сидим. Эту картошку взяли костюм. Погода, погода отличная для осени. Костя, ты подозрекайся иногда. Вот, после чего сейчас мы поедим, и потом мы думаем куда-нибудь съездить. Я, правда, не посмотрел куда, но посмотрим по местности, чтобы растянуть время, провести, тем более погода хорошая, провести с хорошими. С друзьями. Вот, и после этого у нас намечается встреча, опять же, с, дальше, вечером, да, с Таней и Наташей. Вот, и бы тоже где-то подел по ужинам тоже, чтобы Йоргос успел всех обнять, расцеловать, и как можно больше провести время с друзьями Влада. Честно, человек скажет правду, вкусно или нет, а то мы и русских не можем обидеть, что-то, с тварным вкусом. Вкусно, да, да? Очень обалденно. Обалденно вкусно. Ваши друзья не умеют есть. Это классное впечатление, правда? Ваши друзья не умеют есть. Я попробую без. Без тоже вкусно, но у нас там все вкусно. Очень вкусно. Ребята, из России. Реально? Реально, попробуйте. Пошибайтесь. Я не знаю. Это офигенно, я считаю. Пошибайтесь. Так, а вот это мы еще не пробовали. Да, попробуйте. Это оленина, тушеная, на волосках. Должно быть, в принципе, неплохо. Попробуй. Во всяком случае, порекомендовали. Ммм, она горятенькая. Мазор очень вкусно. Мазор очень вкусно. Ну, как? Вкусно. Вкусно? Косточки. Я люблю. Я люблю. Реатур. Спасибо. Сейчас тебе принесут тоже, не волнуйся. Чего? Не нравится, как выглядит блюдо? Наоборот? Не нравится, как выглядит ваше блюдо. Я на межимое. А почему они не принесли мне приборчики? Я не знаю, как тут блюдо попросим. Костя, смотри, как у меня красиво. Вау, как. Не, я спрашиваю, как бы вот в Люксембурге, как в принципе, питаться, рестораны, как бы там, ну, на порядок дороже, чем у нас. Но мне вот стало, что я стала больше такая американизированная, то есть как бургер появляется в угла. Мне интересно, у меня же своя, вот кухня какая-то своя. Луксембург – это страна, ну-ка, национальная страна, маленькая, где приезжают очень много, то есть я живу там полтора года, на самом деле, еще луксембурганином я не встретился. Ну, подожди, наверное, тот, кто тебе дает в квартиру. Моя хозяйка квартира, она из Бельгии. 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 А на почту на местную зайди, там, наверное, работают местные. Где? На почту. На почту работают португалцы. У нас есть огромное количество португалцев, которые приехали еще. Они составляют от 35% населения. Но ты – госслужащие. Да, они госслужащие, они все португалцы. Полиция? Полиция тоже португалцы. И мы ведем в Луксембурге. Видели, они всегда занимались сельское хозяйство. Поэтому они живут в деревнях. А в конце 70-х они пригласили португалцев по работе в шахтах. А их вот эти дети, они уже натурализованы луксембургчане. И они занимаются этим госслужащим, они работают как госслужащие, занимают вот эти посты, почты, полиция и так далее. То есть они родились в Луксембурге, они живут в Луксембурге. Но все-таки они у них португальские. Да, то есть они такие взмугли, как я. У них такие страны не агло-сакские, не немецкие. Поэтому у них кухня тоже. У них на самом деле не развита своя локальная кухня. В Луксембурге производят вино. Известное вино Мусселе. Это у них такая территория между Германией, Францией и Луксембургом. И они производят вино. Ну, это вкусное вино. Я считаю, что для меня это немножко тяжелое. Он немножко... Сладкое или какое? Нет, голова болит просто на него немножко. У них очень много кальбас. Подношесничное хозяйство. Да. И очень много молотых продуктов. Так, блюда своих нет. У них влияние Франции и Германии, она видна в папе. Но очень популярная там португальская кухня. Люди приехали, привезли в свою кухню. Стейки. Стейки. Вино у них португальские очень хорошие, которые привозят. Ну, и по-прихонку каждое общество, которое приезжает... Папа не хочет, кушай сам. Они тоже туда открывают свои рестораны. Но недавно, например, в Луксембурге есть три ресторана. Один грецкий и один сувлазитик. Есть русский ресторан, есть польский ресторан. Поэтому, думаю, в Луксембургской кухне как таковой нет. Но... Вообще вкусно готовят? Они вкусно готовят. То, что хорошо также для иностранцев, что в супермаркете есть продукты из всех стран. Если я хочу готовить грецкий ужин, то я могу пойти в супермаркет нормально и там... И там уже купить только грецкие продукты. И готовить вот это полностью грецкий ужин. Уже прикольно. А в ресторанах вкусно? В ресторанах у них вкусно. На последние годы начинается... У меня есть две Луксембурга. Луксембург 2018 и 2020. Я вижу, что страна уже очень сильно развивается в ресторане. Правда, коронавирус их немножко отрубил. Не трогай. Не трогай, не трогай. В основном есть немножко американизация кухни. Огромные порции. Много мяса. Много бургера. Много пиццы. Ничего, вино исправится? Ну вино это все исправит. Кроме этого, ресторан в Санкт-Петербурге не на каждый день. Это немножко из-за того, что они дороговаты. Но бургеры же не могут быть дорогие. Ну... Да. Поэтому у них много. Слушай, вот давай даже интересно. Ну, понимаю, что мы говорим про бургер, мы говорим не про Макдональдс, а говорим про какой-нибудь там... Ну, как у нас тут перцевает, да? Да, нормально. Да, сколько вот бургер стоит? Давай Макдоналдом, так? Ну, Макдоналд, пиздец, она одинаковая. Нет, нет, к сожалению. То есть я брал меню. Мало того, что и меню разное. И меню здесь. Той самый меню. И там, на самом деле, разница колоссальная. Здесь платил 5 чем-то евро, а там 15 чем-то евро. Но все равно это дешевле, чем в ресторане. Ну, это да, это... Ну, это... Это... Макдоналдс. В ресторане одна семья, которая состоится из трех человек, но где-то... С ребенком, да? С ребенком, да. Двуточки родителей и... И один ребенок. То есть около 100-150 евро. Без вина. С вина, с одним бокалом. По бокалу. Ну, у нас где-то в районе, наверное, 70-ти будет. Вот так вот. Ну, смотря где. Ну, 50-70. 50-70 где-то вот так вот. 50-70 где-то будет. С вином, да. С вином. Луксембургер? Даже не... Можно дешевле. Ну, вот посмотрим, сколько здесь стоит. Ну, тут мы взяли крест. Ну, да. Ну, вот мы вот то, что здесь сейчас наели... У нас тут три закуски. Это будет... Ну, 50 точно будет. Да. Ну, смотри. Ну, здесь у нас... Ну, вина нет. Да, вина нет. У нас здесь трой взрос. Перебем. Ну, посмотрим по счету, что там придет. Ну, какая у вас минимальная зарплата здесь? Наверное, я не знаю. Официально, наверное, тысяча. Ну, в Луксембурге самая низкая... Нет. Я недавно писала там. 800? Не знаю. Написали в предыдущих роликах. Кто-то меня спрашивал минимальную зарплату. Я писала. Интересовалась. Ну, минимальная зарплата в Луксембурге... Мне кажется, что было 800, может быть. Минимальная зарплата в Луксембурге... 1800. Это средняя минимальная. Да, но при этом вот это арендная плата квартиры. Ну, да. То есть на тысячу... 20 тысяча не живет в Луксембурге. Это факт. То есть я думаю, что в Луксембурге существует заплату 20 тысяч. То есть это должен быть очень низкая работа, чтобы... Я думаю, что... Стрейна минимальная это около 30 тысяч. Ну, смотри, предположим, ты получаешь... Ну, предположим, например, у тебя зарплата 3 тысячи. Проживание в месяц в Луксембурге, тебе там квартира 2 тысячи. И, предположим, еда там, ну, сколько-то. Сколько у тебя в сухом остатке остается? Я думаю, на одного человека, не ограничивая себя... Не остается, да? Не думая, что вот я... Но при этом не ходя в рестораны? Около 3 тысяч в месяц. Это зарплата? Это нет. Это жизнь. Стоит. Продукты. То есть квартира вместе с... С едой? С едой? Ну, без ресторанов, без всего? Нет. С умерением, я говорю... Не каждый выходной. Или каждый выходной? Не каждый выходной. Не каждый выходной, может быть. Но не каждый день. Да. Каждый выходной, окей. 3 тысячи. Ну, около 3 тысячи. Ты говоришь, что в жизни нормально. Не отказывайся, она тоже не выходит из рамки логики. Так, да? У нас, как бы, то же самое дешевле, но у нас зарплата меньше. Вот. Надо бы, вот, продукты... У нас явно не 3 тысячи. Ну, у нас же аренда же яйца. У нас зарплата меньше, как бы, да. Продукты, питание, они нормальные, там... По сравнению с зарплатами, очень низкие, так? Ну, соотношение, да. Ну, соотношение, да. Стоит 2 тысячи. 2 злот, 2 евро. А на вкусные, хоть, там, продукты? Да, 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 да. Лучше, чем в Латвии? Какие-то продукты, да. Какие-то продукты, да. Какие-то продукты, да. Какие-то продукты, да. Да, то есть... А, ну, потому что они, в принципе, ближе... Все они после нас все. Ближе все, ну, расположенные, я имею в виду. И сельхозяйственный регион, опять же. И вибор, ассортимент огромный. Правда, супермаркетов мало. Там только 3 бабских супермаркетов. Ну, поэтому вы ездите в Германию. В Германию мы ездим. У нас тоже супермаркеты Риме, Максима, и все. Лидл будет. Будет. Ну, сейчас пока два. Но мне в Германии едут уже, когда у меня семья. Ты едешь туда купить химию, например. Вот в Ксенбурге, но когда уже химия. Едешь туда, у нас километр Германии, это у нас километр... У нас Лидл есть? Лидл. Есть. Лидл, есть Белхалис, это бельгийская, есть Абушан. Хороша. Я понял. Давайте заковыряться, у нас баранина стынет. И осы летают. И осы летают. Ну, вот то, что мы говорили, например, да, мы взяли 3 основных блюда, 3 закуски, воду, 2 кофе и... Это там нет монетки. Это не деньги, Костя, ты же знаешь, это не деньги. Деньги монетки. Нет, это же монетки. Нету орела Решка, видишь, бедные мы. Вот. И картошку взяли. Все нам обошло 62. Ну, как бы, очень даже и хорошо. Ну, по сравнению с другими странами. Ну, да. Да. Хотя в Польше было дешевле кушать. Больше вообще было очень дешевле кушать. Да. Да, в Польше не дешевле. Мы решили так, как покушать, что нужно, да, культурно-развлекательную программу. Юргас и заодно покажем что-нибудь. Там, где вы еще сами не были. Не знаю. Да, мы сами не были. Мы сейчас едем в Ялмоку. Замок Ялмоку. Он построен был где-то в начале 19... 20 века, 1900 какого-то, в первом, по-моему, году. Вот. Это охотничий домик, резиденция Мэри Риги. В свое время было. Ну, поскольку погуляем в довольно таком интересном стиле построен. Ну, и, соответственно, там, опять же, есть легенда, что там есть привидение. Но оно доброе. Белая леди там ходит по нему, по замку. Типа, опять, неразделенная любовь. Там какая-то латышская девушка влюбилась в немецкого офицера, забеременела. Он, думаю, уехал. Она утопилась в пруду. И теперь выходит по замку. Ну, как бы. Да, все померли. Вот. Ну, как бы так, да. Стандартная история для замков. Неразделенная любовь. Вот. Только не такая страшная, как в Риге с рижской стеной, где там тоже была влюблена только в шведского офицера, и местные жители, да, ее замуровали в эту стену. Эти ваши девушки, они постоянно на иностранцев влюбляются. Вот. Что это такое? Вот, есть такой грешок, да? Что я здесь делал? Я не понимаю. Вот. Что ты тут делал? Я не знаю. Работал. Работал. Поднимал вашу экономику. Да, ну вот, этот замок там использовался для разных целей. После этого там и как военное училище для русских офицеров было в Первую мировую войну. так же он там был как радиостанция. Немцами использовался, потому что использовался как госпиталь. Ну и потом всякие уже в советское время здесь там всякие госучреждения там были. Ну, как бы так. По картинкам довольно интересно, так что ездим с нами, посмотрим. Может быть там даже будет открыт музей, и мы его тогда сможем посетить. Сейчас скажи мне, ты это знал раньше или посетал тогда? Нет, я это знал, конечно, Йоргас. Я так же сам, как ты с пиццей. Вау, вау, я поспешил. Молодец, молодец. Ребёнок в машине уснул. Еле уговорили проснуться. Но с условием же папа повесёт на ручках. Ну вот мы приехали в резиденцию охотничью бывшего мэра. Бывший мэр это не Нил Шакова, это что это? Явно нет. Тесла? У него больше, наверное. Да нет. Он Шакова. Покажи. Да, я уже показывала, вот замок. Ну такой чистый резиденция, да. Да. Ничего такой. Ну, это как бы дом мэра. Дом мэра. Да, это охотничий дом. Это который Джордж с собачкой. А, всё. Это его охотничий дом, да? Да. О, какие драматные. Покажи, скажи, покупные и невкусные, да? Вот самое вкусное с земли поднять, правда яблоко? Он реально другой вкус совершенно. Я покупные яблоки вообще не люблю. Ну я реально даже я одно яблоко не могу нормально съесть. А такие я помню, бабушки прям. Кушай-кушай для дёсен хорошо. Да всё хорошо. Матрик, помидоры домашние, огурцы. Ммм. Ну понятно. Со зелого сада совершенно другой вкус. Ну я с магазина, например, помидо огурцы ещё могу. А яблоки мне прям... Это пенопласт пенопласт. Такой сладкий, мокрый пенопласт. Согласен, согласен. Даже кусаешь, он такой... Даже вот мы эко покупали тоже как-то, ну ничего такого. Ещё в морковку чёртую добавить ещё куда-нибудь. А виноград уже бобрали, здесь виноград тоже был. Я хотела рассказать тебе про беременность, что я кашляю. Короче, у меня в прошлый беременность тоже появился кашляться, ну за два месяца можно беременность. В этот раз как-то раньше, и я всё время кашляю. Пошла, короче, к семейному, ну рассказываю ситуацию. Ну у меня были подозрения, почему я кашляю. Ну она так и сказала, что, короче, ну что всё поднимается, лёгкие сжимаются, и что-то типа это из-за этого, что как-то было. Потому что сейчас даже в любом случае, даже я говорю, ну погружу, максимально можно сделать рентген. Она говорит, ну рентген тоже не очень хорошо, потому что уже как-бы высоко ребёнок, то всё как-бы, ну так. Ну короче, и один врач, и вот мы ходили с Костиком, короче, тоже. И та тоже сказала, что это скорее идёт тепло, что вот это вот так вот. Потому что не температурненький, других этих нету. Но эти приступы кашля, честно, просто я не могу, мне уже... Ну реально. А наше ещё ковидное время, знаете, кашляну, там полына бабок уже окочурилась, а вторая полына крестит и тебя палками прогоняет. Ты уже ходишь такой, думаешь, в магазин заходишь такой, лишь бы не кашлянуть, либо лишь бы не кашлянуть. Потому что реально это похоже больше на какие-то приступы. Вот реально как приступы, мне ничего не могу сказать, ничего только кашля. Вот так что теперь помимо того, что ночью не из-за того, что ноги меня мучают, теперь еще когда ноги мучают, я ещё и кашляю всё время хожу. Плюс у меня стали отекать руки-ноги. Ну ты расскажи, что ты смягчаешь горло, пьёшь молоком. Да, мне можно пить, ну конечно, мне некие лекарства нельзя, можно пить тёплое молоко, но молоко-то можно пить без мёда, потому что у меня гистрационный диабет, соответственно, как бы без мёда ты пьёшь молоко. Я тебе там пошёл погулять сейчас. Сахар свой, конечно, держу в норме, за редким исключением я там бывает, на ноль-десятую какую-то там подымаю. О, как мороженка вчера, за что вхожу, я всё вспомню сразу же. Ну вот, ну как бы, ну так как бы плюс-минус нормально. Чё ещё рассказать? Короче, вот у беременности, у меня все прелесты, во что есть у беременности, у меня всё. Я уж честно говоря очень устала уже. Нет такого, что я хочу родить, потому что не хочется родить ребёнка раньше срока, но прям, прям вообще. Смотри, целое яблоко ест? Да. Всё ещё? Да, 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 да. Тут, блин, нельзя было заставить. Дома даже кусочками так, да, не так, а тут, смотри. Почему? Я думал, повторяет. Ну, я думаю, что это всё равно вкуснее, знаешь, на улице кто-то где-то поднял, причём тоже второе, он одно уже со мной вместе. Вкусный ягурт, 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 яблоки. Да, посмотрим. Не то, что у вас в Греции вообще нет. Нету яблок, яблоки. Так, нет у вас ягурт, яблоки. Да, нету. У нас кризис. Да. У нас катастрофа. Ни айвы, ни груш, ничего нет. Виноград. Вот так и живём. Мы кушаем камень только. Приезжайте к нам в Латвию за яблоками. Вот мы зашли в сам музей, походу у кого-то праздник, поэтому тут быстренько. Просто хочу показать вам, какая красивая печка. О, просто офигенно. Йоргус нас привёл в охотничий музей. Это там, где мы снимали с той стороны. Так и люблю такую мебель, конечно, красивую это всё. О, смотри, какая раков подавать. Раков подавать. Ну, раков подавать. Блюда. Ну, хипа, это что-то. Ну, чтоб не сюда. Лили, вот так вот я раньше делась. Прям такие вот эти... Костя, Костя, кто это? Волк, да? Ну, так ты, ладно, экран. Он экран каждый день видит. Волк. Покажи ему, покажи ему, вот. Дима, он в экране в животах постоянно видит. Волк. Смотри, волк. Нельзя трогать. Волк может кусить, нельзя трогать. Да, а маму тогда, да, добрый, блин, маму тогда толкает. А смотри, хрю-хрю. Хрю-хрю собака. Какая рыська. Йорк, слышишь? У нас... Я копил сыно, откуда мы с Димой? Он на гербе рыли. Да, потому что у нас обитают они там. У меня прадедушка, он охотник был, и он вот на рысе тоже охотился. У меня были тапочки из рыси. Прости. Пучки всякие, птицы. Болотные, вернее, болотные обитатели. А почему у меня ребенок в слезах? Потому что выкинули, решили нарисовать на чужой доске. Да. Потом, когда нам не дали, мы выкинули мел. А, понятно. Все, можно продолжать, ясно. Ну что, поедемте куда-то, наверное, в сторону города. Там решим, что делать. А в 7 часов у нас ужин с Татьяной, и с Натальей, и со всеми вместе остальными. Вот мы встретились с Наташей. Таня еще опаздывает. Таня пока не будет еще. Короче, мы уже, да, уже этот день подходит к концу. Как видите, мы пришли покушать. Но, правда, еще я не успела особо проголодаться. Я тоже не голодный, поэтому я взял, возьму только язык. А я возьму себе карпа. Карпа? Там карпа, там вот такая. Пол карпа, там нормально, там рыбка поковыряться. В основном половине где? К другому кому-то. Убедную рыбу за тебя взяли, и ты будешь только половина. Остальное? Нет, там подается половина. Наташа будет у нас, Наташа у нас будет, будет. Наташа что? Я не знаю, либо может Титер и Марка взять, а себе я точно не знаю. Вот, как бы, будем сейчас кушать. А что, мы что-то еще хотели рассказать? Ну, в принципе, все, наверное. Не, кажется, что-то я хотела сказать. Забыла, что хотела сказать. А, я хотела сказать, знаете, что у нас, короче, идейка есть. Не знаю, правда, сделаем, не сделаем. Это, вы можете услышать. Такой он ергнул, чтобы он завтра не уехал? Да. Как минимум, это на сутки его делать. Не, а может, на следующей неделе сделаем. Знаете, как делают? Это так. Есть такое, подключают там, у нас такого нет в Латвии, когда мужчинам подключают датчики, имитируют эти схватки. У нас такого нет, мы так не будем над ним издеваться. Не волнуйся. Жалко. Не, над ним жалко. Ну, хотя бы среднячок, знаете, так не самое, а среднячок. Но мы подумали, может быть, сделать такой эксперимент. Псилитровую бутылку примотать. Не издеваются как хотят. И один день просто провести с животом и с вот весом вот этим. то есть по-домашним там игрушки с пола собрать, например, встать в кровати. Ну, так по мелочевочке. То есть я даже не прошу его спать ночью. Потому что, ну, как бы, как он был спать? Его жалко. Вес должен расти постепенно, а ты сразу такую нагрузку. Да, 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 да. Э, 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 э. Ты молодец, ты быстрей. Вот. Так что, есть такая идея, смотрите, я надеюсь, что мы сделаем. Или завтра. Ну, посмотрим. Ну, счастье будет, чай! Чай пусть. Так, давай. Прикушать. На, пожалуйста. Кушать. Кушать, да? Кушать, кушать. Конечно, сразу сверху шоколад надо взять, да? Нет, надо сбоку брать, Костя. Зачем? Там же шоколад сверху. В столбине. В титера. Гарнир какой-нибудь надо? Ммм, корешку прийти. Танюш, поздоровайся. Помашь ли с салом в руку в зубах. Костя, очень вкусно, я смотрю тебе, да? Ну, вот, мы дома уже, короче, покушали, но мы уже так, они там оставались. Они бы еще посидели, но они бы тоже по с нас уходили, но мы решили сорваться. Потому что Костик стал больше кашлять. Ну, и как бы мы так подумали, что хватит, так ведь здесь сегодня гулял. Чтобы это самое, не переборщить, так сказать. Короче, пришли, мы сейчас выпили сиропа один-второй. Будем есть горячий супчик, померяем температуру. Ну, если небольшая, я ничего не буду давать, если небольшая температура. Но если большая, надо больше что дать, короче. Ну, в общем, вот так вот. Ну, вот, у нас сегодня такой вот, как бы, насыщенный довольно день получился. И что-то вам рассказали интересное и показали. Надеюсь, вам понравился влог. Нажмите лайк, напишите комментарий, поддержите нас. Подпишите, ставьте лайк. Да, было бы здорово. Те, кто смотрит нас, уже подписаны. Ну, мало ли, кто-то новый. Подписывайтесь. Увидите все. Развитие, рост нашей семьи. Костя, скажи лучше пока-пока. Клёв сказал. Ну, короче, когда так. Так. Ладненько. Все, всех любим. Всех целую. Всех целую. Пока-пока.